Всем привет, чуваки! С вами я, Пандосов Иксович, и сегодня у меня на канале будет нестандартный видосик. Где-то вы будете, возможно, слышать отголоски моей рубрики «Панды против», а где-то я буду вам показывать свой дроп за последнюю неделю. Решил, так скажем, совместить приятное с полезным. Те люди, которые подписаны на мой телеграм-канал, а это, кстати, самые лучшие в мире люди, ссылка на мой телеграм в описании. Ну, так вот, те люди, которые подписаны на мой телеграм-канал, примерно понимают мое отношение к той ситуации, где тот самый юный киберспортсмен проиграл свой первый матч в Викенд Лиге. 535 побед! Именно на такой отметке остановился наш юный киберспортсмен, и забавно получается, что после своего каждого рекорда он обновлял свой инстаграм практически в ту же секунду, но на этот раз что-то я не вижу ни одного поста о том, что проиграл. Ну, что-то как-то тихо, слишком вам не кажется? Where are you? Where are you? Ребята, сегодня вечером Лига Чемпиона возвращается. Барселона будет играть против ПСЖ, я думаю, что все любители футбола в любом случае будут смотреть этот матч, а если вы хотите придать интереса к этому самому матчу, вы можете посетить сайт моих спонсоров OneX. Ссылочка будет по закрепленному комментарию, или вы можете просто перейти по моему QR-коду. А если вы хотите купить монеточки, то мой личный сайт PandaCoin к вашим услугам. Ну и собственно, как же проиграл наш чемпион Андерс Вержган. Верж... Короче, блять, просто пиздюк из Дании. На самом деле, кто не знает, он уже давненько является супер-пупер-кибером, даже вот в таком возрасте, я не знаю, 5-6 лет, он тогда уже всех рвал металл, знал какие-то вещи, о которых не знаем мы, но тогда он вроде как не стримил. И вот как он начал стримить, как бы все начали понимать, что с этим челиком что-то не так. Слишком уж дохуя он токсичный. Да-да, это то, с чем лично у меня ассоциируется этот парень. Вот есть скромные чемпионы, ну, к примеру, к примеру. А примеров только, к слову, у меня нет. Нет, реально я поймал себя на мысль, что все киберспортсмены какие-то ЧСВ-шные и выёбистые люди. Серьёзно. Вот есть киберспортсмены, которые чуть выёбываются, есть киберспортсмены, ну, чуть выше среднего, а есть, блядь, пиздюк из Дании, который, блядь, шикает, блядь, там, вот эту хуйню делает, празднует, блядь, повторы, все смотрят. Это реально самый настоящий токсик. Ну вот, пример, ребята, смотрите. Смотрите, он ведёт 2-6. И при этом, что он делает, блядь, 81-ая минута? Он просто, блядь, перепасовывается на своей половине поля. Это что за пиздец такой? Батя на базе. Я охуенный. Я могу себе это позволить. Всё равно ты ничего мне сделать не можешь. А вот что ты мне сделаешь? Я киберспортсмен, да. Я выебал тебя 6-2. Ты пытаешься забить? А вот хуй тебе? Я буду пасоваться назад. Про всякие вот эти вот шиканья и всякие вот токсичные празднования, я думаю, вам и так уже известно, то, что он все повторы смотрит, все паузы отжимает, хейтеров нахуй посылает. Ну вот сами посмотрите. Он разносит чувака, выигрывает его 3-0, до этого посмотрев абсолютно все повторы и отпраздновав абсолютно все голы. Забивает четвёртый гол, и он специально выбирает самое длительное празднование. Вы только посмотрите. И только не говорите, что он получает какое-то нереальное наслаждение от своих голов. Нет. Он именно что получает токсичное удовольствие от того, что делает. Ему нравится злить соперников по ту сторону. Но при этом, когда забивает его соперник, он не смотрит повтор. Он сразу скипает. Ты же видел, прояви респект, уважения нет. Он забивает гол и снова смотрит повтор. А мне... И этому пиздяку то ли 14, то ли 15 лет. А в нём уже столько дерьмица. Вы только вдумайтесь. Но так или иначе, его поражение пришлось... Вы только вдумайтесь! Вы только вдумайтесь в это совпадение! Пришлось на тот момент, когда я зашёл на стрим. До этого я уже не помню, когда последний раз я его смотрел. Вот как-то зашёл и практически сразу попал на этот матч. Вот буквально следующий матч был именно вот этим проигрышным. Я лично наблюдал, как онлайн у него с 15 тысяч взлетел до 80. Я просто охреневал. Да в принципе, как и все 80 тысяч, которые смотрели на это шоу. Ну и чё-то ему как-то не очень весело было после этого матча. Реально, не спиздеть, он часа полтора-два сидел такой... Бля, 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 бля. Что, блядь? Где твоя вот эта хуйня? Где шиканье? Где, блядь? Ваю, ваю! Где эта вся хуйня, чувак? Чё ты сидишь, там пальчики свои, блядь, трёшь? Ну, чувак, карма существует. Так или иначе, я рад, что он наконец-таки проебал. Ясное дело, что его рекорд никогда никто не побьёт. Но за вот это вот токсичное своё отношение к остальным пользователям FIFA по делу. Да, кто-то скажет, что он всего лишь ребёнок, несформированный разум и всё такое. Но так или иначе, блядь, пусть этот пинок будет намёком на то, чтобы он вёл себя немного потише. Но я тоже, как бы, не за то, чтобы его сейчас все травили, гнобили. Нет, просто, как бы, этот щелчок нужен был для того, чтобы он немного успокоил свой пыл. А то в какой-то момент мне начало казаться, что у него реально уже развивается синдром бога. Ну и переходя к нашим корешам из OneX, не забывайте про мой классный промокод. Вы помните, когда-то у меня на аккаунте было около 6 лямов монет. Сейчас у меня 876 тысяч. Но при этом в клубе у меня всего лишь один дорогой антрейд игрок. Это Мбаппе. Куда все монеты подевались? Естественно, в паке. Ну и так вот, я много крутил-вертел, ничего не падало и чё-то как-то я сидел в какой-то день и подумал, бля, что будет, если открыть просто один пик? Реально, у меня в голове посетила такая мысль. Я просто пошёл, открыл один пик. Один пик. Я, честно, не понимаю, как это происходит, но вот этот один пик мне принёс Стерлинга. 90 рейтинг. Тот самый Стерлинг. Ну мы должны были с ним встретиться, ребята. Ну, после той фееричной викинг-лиги, ну, это вот та карточка, которая реально меня удивила. Так что делайте выводы, ребята. Открываете по 50 пиков, толком ничего хорошего не ловите, а тут за один пик сразу падает Стерлинг. Что говорит о том, что в таких разовых пиках шанс выпадения намного круче. Ну и вот, если вдруг вам нужны пруфы, что это единственный пик, вон, магазин пустой. Ну, мало ли вы вдруг потом скажете, это был какой-то там 150 пик, ты опять нас обманываешь, вот при вас показываю, проматываю, что это моя консоль, то в последнее время у вас какие-то сомнения появляются, что я сам всё делаю. Мне до сих пор не даёт покоя та мысль, что люди на серьёзных щах писали о том, что я не сам отыграл викинг-лигу. Эту викинг-лигу я решил отыграть на своём аккаунте, на своём донатном аккаунте. И что бы вы думали? Результат практически такой же, как на бездонатном. Это Золото 2. На прошлом аккаунте я сделал Золото 3, если кто не помнит. У меня оставалось 2 матча в запасе, я уже никак не смог сделать Золото 1, но так или иначе, я считаю, это нормальный результат для моего скилла. Но при этом самое тупое, что вот различия в карточках я практически не почувствовал. Типа у меня был намного сильнее состав, чем на бездонатном аккаунте, но вот какого-то прям разрыва я вообще не заметил, ребята. Типа, условно говоря, если вы FIFA 15 чувствовали вот разницу между карточками, там, допустим, Криштиану 97 купили, и всё, он от всех отрывается, забивать всё, что можно. А тут такого нет. Карточки плюс-минус одинаково чувствуются. Вот таким вот составом я играл на этом аккаунте. Дальше хотелось бы мне вам показать очередную свою легенду. На этот раз я решил, что, возможно, моя комната несёт какой-то негативный посыл и решил открыть уже в своей той комнате. Фьеру? Фьеру? Да. Ну, стоит ли мне ещё что-то говорить? Фернандо Иера. Великолепная карточка. Ну, и те люди, которые видели мой прошлый видеоролик, увидели, что мне упал мидл блан. Кто-то говорил, что это пиздец. Охуенно, блядь. Как ты не радуешься? Ну, по факту, это хуйня. Типа, вот я поиграл за него и не почувствовал никакой имбовости. 22 матча дали мне понять, что это срань, а не карточка. Тот же условный варан мне нравится больше, чем блан. Тем более, блядь, его мидл карточка стоит, на секундочку, дешевле, чем его бэйби карточка, которая до этого у меня уже была. Ну, прикиньте, какой подъеб от eSports у меня. На этом, ребята, я заканчиваю свое похождение за кумиром. Мне хватит уже свой бюджет сливать, поэтому с этого времени я буду собирать лишь средние сборки. Ну, и каким-то, я не знаю, оптимус праймы когда выйдут. Тогда подумаем. А пока все, завязываем. Ну, и под концовочку, ребят. Один из наборов такая вот солянка получается из всего-всего. Если вам нравятся подобные ролики, то лично они мне тоже нравятся, поэтому жду от вас лайкусики и комментарии. В последнее время я как Герман Эль Классику стал, да? Слишком много комментариев и лайков у вас спрошу. Но что вам стоит? Это просто займет у вас пару секунд своего времени, а для меня будет приятно почитать какой-то фидбэк и посмотреть на вашу активность. Ну, а если вы досмотрели ролик до этого момента, попрошу вас сделать одну штуку. Отписаться от моего канала и подписаться заново. И включить этот долбанный колокольчик. Так, тем временем я открываю новые паки 81+. Не знаю, насколько они хороши, но пока у меня нет волкаутов. Так, ну что? О, волкаут. Дождались, ребята. Это ЛЧ волкаут. Испанец, конечно же, испанец. Это ЦП. Я вам уже говорил, да? Что я ненавижу и спортсмены за такие вот волкауты. Так, ребята, мое мнение по поводу пака 81+. Сколько я там? 7-8 штук открыл? Ни одного волкаута. По факту. Три пака 83+. Поехали. Шикарно. Здесь тоже нет волкаута. Я просто в шоке. Серьезно. Ну, типа, я в ауте от того, какие это прекрасные паки. 84, 83, 83. Никому не рекомендую собирать, учитывая, что сборки дорогие, на самом деле, относительно тех пиков, которые были. Там требовалось 6 нон-рара и 5 рара. Там шанс выпадения еще так классного был прям намного выше, чем вот в этих паках 81 и 83+. Понятное дело, что это все дело случая, но так или иначе, если хотите знать мое мнение, вот вы узнали. Ну и, собственно, финальный пак праздничный набор. Праздничный, ребята. Будущих звезд. Ну, здесь-то нам должно повезти. Так, я не буду смотреть, есть уолкаут или нет. О, Фьючер Старс. Дайте хорошего. А, это не Фьючер Старс. Блядь. Какая-то хуйня не игра, ребята. Ну, блин, ну, плохо. Ну, мне плохо видеть такие уолкауты, бля. 100 тысяч потратил на этот. На этот пак. Какие я не вижу голкиперов в этой игре. Я считаю, что голкиперов нужно запретить в этой игре. Ну и давайте теперь сравним удачу основного аккаунта с бездонатным. Вот такой вот склад у меня улетает. Ну, я, как обычно, не смотрю, есть уолкаут или нет. Открываю глаза. Опа, это Фудмороз, если я не ошибаюсь. Италия. 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 Как настоебенили эти итальянцы. Ну, тоже пассаже. Тоже пассаже. Как и на прошлом аккаунте. Это Верати. 88 рейтинг. Опа. Италия. Продолжение следует...